Чуть приоткрыла дверь в свой мир. Наверняка многие знают эту легенду о загадочном народе Пармы. Если проводить аналогии, то его можно сравнить с европейскими эльфами. По преданию Чуть покинула свою землю после того, как ее захватили инородцы. Предания о мифическом народе сохранились в Коми-Пермятском эпосе и различных артефактах. На протяжении многих лет Наталья Шостина и ее театр мимикрия и проект Камва занимаются исследовательской работой. В этом направлении постановка «Чудо-чуде» – самый свежий в этом смысле труд. Это пластический спектакль. Его эстетика реконструирует дух прошлого через миф, сказания, легенду. В каком-то смысле для авторов обращение к истокам – это возможность поговорить о роли женщины уже в современном мире. Особенно в кризисные моменты это крайне важно. Нравится это нам или нет, но пока женщина помнит, что она берегиня мира, рода, семьи, у всего этого есть возможность сохраниться. И здесь важно прежде всего сохраниться и самой, свое здоровье, и ментальное, и физическое, не растратить себя по пустякам, а сконцентрироваться на главном. Недаром в спектакле женщина – это богиня, то есть практически сверхчеловек, а все актеры – люди уже очень взрослые. Им есть что выразить, и они взрослые женщины со своей историей, со своей судьбой, со своим знанием, со своим бэкграундом. Это очень здорово. И у меня не было желания приглашать в проект молодежь, потому что мне нужна была именно взрослая женская жизнь. Мистерия по мотивам пермского звериного стиля. Так сами авторы определяют стилистику постановки. Это история исследования космического происхождения чудя, мира подземного, небесного и земного. В финале снова появляется тема космоса. Ему во многом созвучен этнофутуризм, которым занимается Камва. Мы наконец-то прикоснулись к космофутуризму. Это одна из веток в постмодернии, которая также была проявлена на уровне этнофутуризма. И мы рады, что вот эта вот линия космоса, она у нас здесь получилась. Тем более, что есть звезда по имени чуть-чуть, созвездие Большой Медведицы. Да, то есть мы... Есть такая звезда, мы купили эту звезду, название. В 18-м году она появилась, да, звезда 12-й личной. Чуть хоть и ушла под землю, трактовать эту историю можно по-разному. По версии авторов постановки она переместилась в другое измерение. Оно самым непостижимым образом может проявляться в этом мире, во всяком случае для посвященных. Для тех, для кого чуткость, знание, внимательность по отношению к другим словам не пусты, спектакль «Чудо-чуде» вполне реалистично иллюстрирует эту мысль. В октябре его можно будет увидеть на театральном фестивале «Сообщение» 5 ноября во время Ночи искусств в Чердане. Полина Рифа, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта».